Тема сегодняшнего занятия, функции, мы поговорим о целой части, дробной части и разных других функциях. Во-первых, все понимают, в принципе, что такое функция. Слово такое знаете или нет? Что это такое? Ну, пример функции. Значение. Да. Это определенная программа, которая получает на вход какие-то начальные данные, а вот уже другие. А вот эти другие, может быть те же самые, но что-то выводит. Хорошо, хорошая идея. Что-то выходит. Что-то выходит. То есть, здесь такой ящик, да? Идет какой-то вход и идет какой-то выход. Как обычно называется вход? Переменная. Переменная. Аргумент. Ну, там, очень часто в школе это включают х, да? Выход. Y. Ответ. Y замечает на словом Устин. Ответ. Значение. Результат, значение, величина функции. Правильно? Хорошо. Принять функции, которую легко задать словами. Вот не формулой, а вот словами. Своими, можете сказать? Да. Число х, следить на два. Разделить пополам. Да. Есть такая функция, да. Вот у вас есть х, из него сделали половинку. А, ну, это формулы задать, в общем, легче, чем словами. А вот, чтобы словами было легче, чем формулы. Подсказка. Необязательное значение это числа. И аргументы не обязательно числа. Вот это совсем не обязательно числа. Пример какой-нибудь функции, очень понятный, но у которой x и y это не числа. А число равно букве по алфавиту. А что такое число равно букве по алфавиту? То есть, если x дает 2, то это буква b. А, отлично. По номеру вычисляем букву. Да? Да. Ну, даже можно не обязательно по алфавиту, можно более хитрые вещи. Скажем, знаете, есть такая компьютерная таблица, как кодируются, не обязательно буквы, а разные символы в компьютере. Да, вот сейчас буквой морд. У вас буквой морд сейчас уже реально не пользуется, а вот компьютерные кодировки очень даже популярны. Хорошо. Еще пример. В двоечной кодом. В двоечной кодом. В двоечной кодом. Да. То есть, на вход дается, скажем, число 24, а на выходе получаете... Как 24 записывается в двоечной системе? Сейчас, одну секунду. Абсолютно верно. Вот это вот разряд 1, разряд 2, разряд 4, разряд 8, разряд 16. 8 плюс 16, 24. Замечательно. Число превращаем в его двоечную запись. Ну, хорошо. Давайте я еще несколько примеров скажу. Смотрите. Пусть вот этот самый аргумент. Это текст на русском языке. Любой текст на русском языке. А значение это... А значение это текст, в котором все ошибки справились. То, что бывает, когда этот текст дали на проверку учительского языка. И она там справилась все ошибки. Как вы считаете, это функция или не функция? Не совсем. Что-то входит, что-то входит. Не совсем. Дело в том, что некоторые ошибки можно исправить больше, чем одним способом. Можете привести пример русского текста, где учительница может двумя способами исправить ошибку, и в обоих случаях получить правильный результат? Ну, если какая-нибудь ошибка речевая, неправильный оборот сказал... Например, вместо... Мы можем исправить... Вот, например, сам ученик ИЖ. Но, по сути, это ЁЖ. Можно и написать ИЕ, ИЁ. ИЕ, ИЁ. Это, да, есть известная вещь, что некоторые, к сожалению, иногда забывают писать две точки. Не хочу сейчас об этом. Нет, более простой пример. Русское предложение, в котором есть ошибка, и каждый скажет, что это ошибка, но исправить ее можно больше, чем одним способом. Пожалуйста. Нет, тогда только точку ее можно поставить, вместо запятой поставить точку. Ну, он поставил, исправил, че? Нет, надо, чтобы было два способа. Нет, он вообще не поставил никакого знака. Можно и поставить запятую, и точку. Понимаю. Ну, если это известное предложение, казнить нельзя, помиловься... Совершенно верно. Самое простое. Такое, ну, немножко мрачное, конечно, но есть такое вот, да, пропущено, очевидно пропущено запятая. Казнить нельзя, помиловься. Написано три слова, между ними нет запятой. Если учительница кровожадная, то она поставит запятую после первого слова. Если она добрая, то поставит запятую после второго слова. Правильно? На самом деле, есть еще огромное количество примеров на всевозможных функций. И я думаю, что любой из вас понимает, что главное с точки зрения математики. У любой функции абсолютно единственное значение. То есть, вот, если вы знаете х, то вот этот самый у, он должен быть обязательно одним единственным числом. Довольно часто рассматривают ситуации, когда вы начинаете вычислять функцию, и значение не получаете. Но это, на самом деле, не страшно. Это называется, что х не входит в область определения. Типичный пример. Функция, которая задана формулой. Единица делить на х. Вы понимаете, да? Вместо х можно подставлять все, что угодно, кроме нуля. Но и подставлять нельзя. Вот замечательный пример. У этой функции, значит, все числа годятся вместо х, кроме одного единственного, кроме нуля. Другой пример. Функция корень. Все знаете, что это такое? Да. Нет. Не знаю. Вот сейчас вы знаете. Корень из 9 это 3. Почему? А потому что 3 умножить на 3 это 9. Значит, по определению. Корнем из числа х называют такое число у, что х это у в квадрате. И вот если я сейчас остановился, то это была бы ошибка. Все понимают, почему это была бы ошибка? Да. Почему? Потому что тогда минус 3 тоже бы подходило. Вы же понимаете, что если минус 3 умножить на минус 3, то будет сколько? 3. Ой, 9. Тоже 9. Будет тоже 9. А так не бывает. Когда вы задаете функцию, то вы обязаны выбрать одно из значений. Как в математике выбирают одно из значений? Модуль. Это тоже модуль. Что я должен написать еще? Вот это равенство означает, что х равно у квадрат. И еще что-то надо было сделать. Я за 30. Правильно, молодец. И у больше или равно 0. И вот эти два условия вместе, это в точности вот это. Понимаете, да? Вот там функция корень. Так, ребята, сейчас развлекательная часть занятия остановилась на этом. И мы должны начать рисовать графики. Конкретно. Я сейчас прошу вас, я надеюсь, что кто-то это уже знает, кто-то это уже видел. Я надеюсь, что вы сейчас можете нарисовать два графика. Один называется у равняется х квадрат, а другой график называется у равняется корень из х. Получается, что равна будет. Отлично. Маленькая проблема, у нас же все маме считают, что это такое. Ох. А у равны есть какой? Равна будет. То есть, у это вот эта ось. Да. Эта ось называется ось ордината. Ось ордината. Соответственно, мы выбираем значения для х и у, когда они подходят под это уравнение. Отлично. Как выглядит картинка? О, вот. Конечно. Кривоватый, конечно, немножко. Давайте я объясню, почему кривоватый. Потому что вот если я на вас посмотрю, то у вас левая и правая половина, ну, конечно, вы подняли руку немножко одну, а другую опустили. Но, тем не менее, вообще они у вас одинаковые. Вот. А в докладах у параболы они еще более одинаковые. Дело в том, что минус х в квадрате это в точнойке х в квадрате. Если вы здесь вот так вот нарисовали, то вы обязаны были с другой стороны ровно то же самое нарисовать. Парабола имеет вертикальную ось симметрии. Понятно? Ай-яй-яй-яй. Да, вот здесь очень важно, что она лазенькая. Здесь очень лазенькая. Сейчас я объясню, почему она так подходит. Знаете ли вы вот эту графику? Нет, это все слова. Картинка. Вроде, опять же, так само, только... Ух ты! Значит, и вам полезно что-то поговорить. Садитесь. Это совсем неправда. Да, работает. Совсем неправда. Ну да, у всегда будет положительным получается. Да, правда, не отрицательно. Если х равно нулю, то то, что вы нарисовали, это совсем неправильно. Потому что у у нас здесь написано больше или равно нулю. Получается. Дальше. Ну, надо несколько точек найти и потом... Найдите. Я втягиваю в центральный. Господа, интересный вопрос. А вот представьте себе, что вам нужно быстро получить красивую картинку. Вот он сказал несколько точек найти. Это, конечно, правильный способ, разумный. Но это же считать надо. Во-первых. А во-вторых, понятно, что много точек вы поленитесь считать и так далее. Вопрос. Как быстро получить картинку, если у вас есть компьютер или интернет? А, вот прям так написать. Нарисуй мне, пожалуйста, у Великий компьютер график квадратного корня. Так? Ну, как ни странно, нарисуй. График квадратного корня. На самом деле, нарисуй. Можно написать график функции и икс равно квадратный корня. Отлично. И так тоже получится. Потому что вещь действительно настолько стандартная, что уж как только дети это не дают. На самом деле, есть замечательный сайт, который знает по тематике намного лучше меня. Считает вообще в неспоставимое количество раз быстрее и лучше меня. Называется вольфрамалфа.ком. Очень советую научиться им пользоваться, потому что огромное количество задач, вот такого типа, рисовать графики, решать уравнения и много-много чего другого делать, этот сайт умеет идеально и мгновенно. Да. Еще раз. Как этот сайт умеет? Вольфрамалфа.ком. Ну, вот тут это 1-1. Да. Тут, когда икс будет равняться 2, икс равняется 1 на 44, когда икс равняется 3, будет 1,7, да. Да, и получается он идет как-то вот так. Слушайте, для первого раза идеально. Спасибо. Вы абсолютно правы. Кроме одного важного обстоятельства. Вы вот здесь вот нарисовали. Более-менее как прямую, она как выходит, так прямая. А на самом деле, совсем не так. Давайте я объясню. Вот пусть икс – это у нас 1 сотая. Скажите, пожалуйста, корень икс когда будет сколько? 1 сотая. Нет. А, ну-ну-ну. Какое число при умножении на себя достану сотую? И не отрицать ника. 1 десятая. 1 десятая. Абсолютно верно. Это 1 десятая. А теперь посмотрите, пожалуйста, как будет выглядеть на картинке точка с координатами 1 сотая и 1 десятая. Вы понимаете, что 1 сотая – 10 раз меньше, чем 1 десятая? Оно сильно резко стоит. Оно здесь вот идет вот так. Понятно, да? Вот те точки для единицы, для тройки, это вы все правильно показали. А вот здесь вот, она касается вертикальной прямой. Понятная идея? Угу. Еще лучше, если вы поймете такую вещь. Икс – это 1 десятитысячная. 0,3 0 и 1. А корень тогда это будет сколько? Это 1 сотая. 1 сотая. Совершенно верно. А что это значит? А это значит, что, когда вы здесь возьмете 10 тысячную, это совсем маленькая вещь, то Y будет еще вполне себе ничего. В 100 раз больше. То есть вот так касается. Вот эти две картинки между собой связаны. Похожи они или не похожи? Ну, похожи. Похожи. А почему? А потому что вторая картинка – это половина первой, которая упала. Да. Ребята, смотрите. Вот это помните или нет? Да. А, это же одно и то же почти. Не совсем. Здесь Y равняется X квадрату. А здесь X равняется Y квадрату. Что произошло? Они поменялись местами. X и Y поменялись местами. А что значит поменять местами? Это значит, что надо вот эту примуру сюда, а вот эту примуру сюда. Понятно? Да. Называется симметрия. Надо взять вот такую прямую, которая под 45 градусов проходит, и все перевернуть. Вот так относительно нервы. X и Y поменялись местами. Почему нас не интересует вот эта половинка? А потому что она взаимно пошла бы сюда, а Y было бы отрицательным. А у нас специально написано, что Y не отрицательный. Победа? Победа. Хорошо. Ну вот, я не хочу сейчас продолжать эту тему, хотя должен сказать, что вот эта вещь в школе изучается, что называется, много лет. Примерно в седьмом классе это серьезно начинают изучать, и примерно в одиннадцатом классе в конце заканчивают. Понимаете, да? Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот пять лет в том или ином виде. Почему? Ну потому что это, с одной стороны, очень простая вещь. А с другой стороны, абсолютно, абсолютно важная. Если человек не понимает, что происходит с числом, когда его умножили на себя, то понятно, что другую мать, но тем более не понимает. Поэтому это важнейшая функция, и обязательно вы в жизни очень много раз еще с ней столкнетесь. Но мы сейчас перейдем к гораздо более простым функциям.